Итак, ребята, я сегодня зашла, значит, в Брукхэйвен для того, чтобы украсть все костюмы, возможные, на Хэллоуин, потому что, ребят, скоро Хэллоуин. И вы просто посмотрите, я, значит, попадаю, а тут такой костюм сразу. Это просто нереально мило, это просто огромнейшая панда, посмотрите, какая она милая. И я хочу сейчас попробовать украсть этот костюм. О, смотрите, ребята, тут есть, в принципе, панды, но вот такого я как-то не очень вижу. Хорошо, должен быть супер гигантский, может быть, вот этот? Нет, это супер маленький панда. Черт, я не могу украсть этот шикарнейший, просто идеальный костюм, это супер обидно. Может, вот этот? Ребят, это просто издевательство, посмотрите, как он мило ходит, он крутит попкой. Ребята, вы посмотрите, как он мило ходит, капец, я тоже хочу такой костюм. Как найти этот шикарнейший костюм панды и как в него перевоплотиться? Ребята, ну что могу сказать? Первый костюм я найти не смогла, к сожалению. Фиолетовые волосы, очки Гарри Поттера, она такая милая, такая даже слегка развратная. Итак, у нас фиолетовые короны, фиолетовые волосы, фиолетовый корсет, фиолетовые вот такие подтяжки, фиолетовые, короче, какие-то ботинки. Ну, короче, там шортики. Нашли что-то, в принципе, более-менее похожее. Давайте сейчас посмотрим, сможем ли найти что-то прям подобное, как вот у этой девчонки. А у нее вообще, посмотрите, там трусы с подтяжками, там офигеть просто вообще, офигеть просто, реально. Ну, давайте возьмем хотя бы хоть что-то похожее. Я не знаю, я бы сейчас увидела вот такая вот юбка, вот с такими... Слушайте, в принципе, более-менее нормально. И тоже пишем purple. В кофтах нам нужно найти какой-то вот такой вот неплохой корсетик. О, ребята, я нашла корсет. Я нашла! Это как бы другой, но он классный. Да, у меня чуть-чуть другой, но очень-очень сильно похож. Давайте теперь мы вернемся к волосам. Нам нужны фиолетовые волосы. Вот эта прическа. После этого мы сейчас удаляем мою шапочку. Мы должны сейчас выбрать еще очки. Такие круглые, как у Гарри Поттера. Прям я их видела, у нее они были. Вот, смотрите, у нас есть вот такие очки, круглые, как у Гарри Поттера. Блин, их очень плохо видно. После этого нужно выбрать еще, короче, какие-то там такое лицо. Типа она смеется, я не знаю, она там как-то глаза слегка прикрыла. Нам нужно взять вот эту улыбку. Давайте сейчас... А, у нас еще была корона, фиолетовая корона такая. Так, нам нужно найти фиолетовую корону. Есть вот такая, но у этой принцессы была другая корона. Была похожа вот на такую, только фиолетового цвета. Надеюсь, то, что у меня сейчас получится ее найти. А если нет, это будет очень плохо. Блин, посмотрите, ребята, сколько здесь корон. Офигеть, просто мощно. Я даже не знала, что у нас настолько много корон каких-то. О, ребят, смотрите, вот это похоже вроде. Да, вот это, наверное, больше всего похоже. Я уже, честно, не знаю. Возможно, эта девчонка как бы вышла. Вы можете сейчас отмотать это видео назад и посмотреть, получилось ли у меня повторить хотя бы приближенно ее образ на Хэллоуин. В принципе, симпатичненько. Ну что, мы сейчас обновляем, возвращаемся в наш аватар и будем смотреть, кого мы можем повторить. Смотрите, какая тут девочка. Но вот этот огонь я, конечно, точно не смогу повторить. Смотрите, тут красный куб огромный бегает. Да, ребята, так, мы должны сейчас найти этот красный куб. Прям так и пишем куб. И сейчас попробуем найти... О, смотрите, у нас есть вот такой гигантский красный куб, который садится тебе, блин, на плечо, ребят. Облом всех обломов. Вот он, походу. Да, ребята, отлично, мы это повторили. Мы это, блин, повторили. Это почти то же самое. Ребята, это просто гениально. Вы посмотрите, ну, у нее просто другой формы. Мы выглядим точно так же. Я выгляжу как один огромный гигантский красный куб. И мне кажется, это просто шикарно повторить такой костюм на Хэллоуин. Мне кажется, мы просто супер-близнецы. Ребята, я максимально хочу сказать, что я украла костюм на Хэллоуин. Я, конечно, очень хотела украсть вот такую панду. Но, к сожалению, у меня это сделать не получилось. Поэтому пришлось, конечно, потрудиться и украсть вот такой красный куб. Но у меня хотя бы это вышло. И я, если честно, этому очень рада. Тут со смайликами есть, кстати, офигеть. Тут есть, короче, разные. Но мой вот сейчас, он просто максимально похож. Поэтому я считаю, что с этой задачей я точно справилась. Следующая задача найти следующего человека, у которого мы украдем костюм на Хэллоуин. Смотрите, есть вот такой какой-то парнишка. О, есть... О, смотрите, есть вот такая вот, я даже не знаю, эльфика-диеволица. Блин, ну у нее так много деталей. Если она убежит, я просто забуду разглядеть. Нужно, короче, искать как-то по максимуму, чтобы было легко. О, смотрите, вот такой черный куб. Это красный куб переделался в такой. Давайте еще раз напишем, значит, куб. И сейчас попробуем еще раз найти вот такой уже. А, значит, черный куб. И у нас он по бокам вот с такими цветами. Да, ребята, я это сделала. Офигеть, я уже два раза повторила костюм этого человека. Просто, просто, ребята, это все. Это просто супер гениально. Я повторила уже три образа, получается. В принципе, результат просто обалденный. Вы, конечно, увидели, запомнили этот вариант. О, смотрите, тут какая-то девчонка прикольная. У нее зайчьи ушки. Смотрите, у нее зайчьи ушки. Вот такая прическа, рюкзачок. А, у нее все тело так в крови. Ну, не знаю, ребят, честно, не хочу. У нее ничего такого интересного. Давайте мы сейчас посмотрим, у кого какие еще есть образы. Может быть, есть в каких-то частях города еще люди, где мы можем посмотреть их образы. Но пока я, ребята, вообще никого не вижу. Реально, вы посмотрите. Просто никого нет. Офигеть. Вот здесь, может быть, кто-то есть. Нет, ребята, вообще никого. Ладно, возвращаемся, значит, на спаун тогда. И смотрим, кто есть здесь. Итак, здесь, опа, есть ангел. Все, ангела повторяем. Крылья, вот такой белый костюм. О, смотрите, она стала черной такой. Но я, в принципе, успела запомнить. Давайте быстренько выберем крылья. Вот такой белый костюм. Я даже не знаю, нужно очень быстро стараться, чтобы выбрать какой-то костюм ангела. Точнее, вот такие вот крылышки. Красивые белые крылья нужно сейчас выбрать. И попробуем найти реально. Давайте будем просто писать, получается, по цветам, чтобы было легко искать. Дальше есть еще вот такие крылья. Давайте их примерим. Нет, это не крылья. Это фиг знает что вообще. А здесь я больше... О, вот, идеально. Вот эти белые крылья. Да, они очень были похожи. Дальше нам нужно вот этот вот нимб над головой. Я не знаю, как его найти. Он вроде бы сразу был. Я просто не знаю, как он по-английски называется. Я даже не уверена, что по-русски-то правильно его называю. Но я его точно... Да, вот он есть. Отлично, ребята, есть этот нимб. Я не помню, какие у этой девчонки были волосы. Давайте, наверное, напишем white. Еще раз в одежде напишем white. Да, чтобы нам выбрать какой-то красивый верх белый. Как у нее было. Но у нее было что-то такого корсета. Да, вот что-то, возможно, типа такого. Ого, ребят, посмотрите. Блин, как мне избавиться от своей кофты. А, это брюки, смотрите. Давайте мы напишем вот здесь white. Вот тут просто офигенный образ. Нам нужно подобрать какой-то очень красивый такой корсет. У нее там что-то типа листьев было. Я уже не помню. Или можно вот вообще сделать супер симпатично. Давайте попробуем взять вот такую вот кофту. И давайте посмотрим. О, ребят, посмотрите, как классно. Вот этот образ, мне кажется, максимально очень сильно похож на ту. У нее было... У нее не было точно такой шапки. И у нее были белые волосы. Я даже не знаю, как эти волосы выбрать. Да, вроде так пишется блонд. Я не помню. Итак, смотрите. У нее был блонд. И у нее такие вроде волосы заколот. В общем, что-то типа такого. Нет, не подходит. Или у нее были волосы. Я, ребят, абсолютно не могу вспомнить, какие у нее были волосы. Но вроде бы были белые. Я не помню, ребят. Клянусь, не помню. Это очень сложно. Но мне кажется, вот та прическа, которую я сейчас выбрала, максимально похожа на то, что мне нужно. Мне кажется, лучше я просто уже реально не найду. Наверное, та прическа была просто самая идеальная. Или вот, смотрите, есть какая-то вот что-то типа вот такой. Нет, это ужасно. Давайте выберем вот ту прическу, которую я выбрала изначально. Она, в принципе, более-менее нормальная. Мне кажется, больше всего подходит под то, что мы видели у той девчонки. Может быть, она еще здесь? Она переоделась и была вся в черном. Но изначально она выглядела полностью как ангел. И я уже, блин, ее не вижу, ребята. Я ее просто уже не вижу. Может быть, это она? Но это вообще другая. Посмотрите, у меня, в принципе, вы можете перемотать и сказать, получился у меня образ той девчонки-ангела, которую мы буквально мельком увидели. Или все-таки я не справилась с заданием. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях.